Здравствуйте! С вами Геннадий Карамаренко и тележурнал «Сороковочка». Представляем обзор наиболее значимых событий в жизни Сибирского химического комбината и города Северска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 СХК, развивающему фторидные технологии десятки лет, интересны различные сферы сотрудничества, где могут найти применение эти компетенции. Очень перспективно создание материалов для водородной энергетики. Например, устойчивых покрытий для ёмкостей, которые будут использоваться при хранении и транспортировке водорода. Томский политехнический университет давно занимается технологиями водородной энергетики, и уже более 40 лет так или иначе фрагментарно развиваются здесь эти технологии. В прошлом году политех стал инициатором консорциума технологии водородной энергетики, который объединил, с одной стороны, носителей компетенции, то есть это институты РАН, это университеты, а с другой стороны, индустриальных партнеров с реальными задачами и готовностью забирать эти продукты себе в бизнес. Делегация СХК посетила экспериментальный участок на Томском электромеханическом заводе, где осваиваются разработки политехников. Побывала в научно-исследовательском центре «Экоэнергетика-4.0». Познакомилась с работой опытной установки папиролизуметана. Этот генератор водорода будет безотходным и мобильным. Проект уникальный, поскольку многое здесь реализуется впервые в мире. Интересные разработки. Мы понимаем, что в университете в политехническом хорошие креативные идеи, есть новые разработки. А для СХК в чем интерес? Те задачи, которые перед нами стоят, которые перед нами ставит госкорпорация «Росатом», это кратное увеличение выручки, это кратное увеличение новых продуктов. Безусловно, мы в работе с нашими партнерами, с научными партнерами, можем это реализовать. Мы можем использовать результаты разработок, вот этих пионерских разработок, действительно, и разместить уже потенциально производство на своей площадке. Политехники, в свою очередь, также получили приглашение посетить площадку СХК, познакомиться с перспективными разработками комбината и обсудить направление сотрудничества в деталях. Технологии, изменившие мир. Так называлось мультимедийное шоу о великих изобретениях. Оно стало одним из главных событий, посвященных 25-летию топливной компании «Росатома ТВЭЛ». Корреспонденты нашей программы увидели фильм в формате 3D и побывали на других мероприятиях юбилея. Всё началось с одной диска. Сотни тысяч лет назад человек начинает согреться и приготовить себе пищу. От первого знакомства человека с энергией, первых механизмов и печатных книг, технической революции, изменившей мир за два столетия, до невероятных достижений современности. Одна лишь урановая таблетка содержит энергию, которую можно получить при сжигании 440 килограммов угля или 375 кубометров газа. Более 16 миллионов таких таблеток, собранных в тепловыделяющие газеты, вырабатывают энергию в реакторе сломенной АЭС на протяжении 5 лет. Погружение в историю великих изобретений, которые лежат в основе научных прорывов ТВЭЛа, состоит из шести новелл – эталон, движение, энергия, полёт, медицина, информация. Ведь топливная компания «Росатома» – это не только производство ядерного топлива, это также аддитивные технологии, накопители энергии. Зрители очень тепло и с восторгом восприняли нашу выставку. Многие говорили, что у них даже были мурашки от увиденного. И даже взрослые люди уходили с нашей выставки с новыми знаниями. Журналисты «Северска» и «Томска» познакомились на предпремьерном показе с создателями просветительского шоу. Выставку уже посетило более 5000 зрителей в Глазове и Новоуральске. Теперь она работает в других городах присутствия предприятий топливной компании. «Сибирский химический комбинат» вошёл в её состав в 2010 году. Топливная компания на сегодняшний день представляет из себя наиболее, наверное, технологически развитой дивизион корпорации. Порядка восьми интеграторов организовано для того, чтобы развивать новые бизнесы. Поэтому компания очень быстро развивается. И надо сказать, что мы, Сибирский химический комбинат и город, соответствуем этим темпам. На площадке СХК строится опытный демонстрационный энергокомплекс, где впервые в мире будет отрабатываться технология замыкания ядерного топливного цикла. Это настоящий прорыв в создании безотходной, безопасной и бесконечной энергетики будущего. Ядерное топливо стало самым эффективным из известных в 20 веке источников энергии. Топливная компания ТВЭЛ обеспечивает им 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в 9 странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Как историк могу сказать, что это потрясающая возможность с помощью новых технологий рассказать прежде всего нашим юным северчанам, нашим подросткам, что несет в себе вообще атомные отрасли, насколько она необходима и нужна в настоящее время, и какую глобальную историю она за собой таит. Для юных жителей города атомщиков был организован фестиваль науки ТВЭЛУМ-Дэй. Можно было увидеть физические и химические шоу, посетить мастер-классы и собрать своими руками машину на воздушной тяге, электрогенератор, вентилятор, фильтр для воды или сделать простейшую оптическую иллюзию. С этой стороны паук, а здесь пультин. Если вот так быстро крутить, то кажется, что паук на пультине. Вкладываться в сегодняшних школьников, пробуждая интерес к точным наукам, помнить о тех, кто стоял у истоков технологии 21 века и создавать все условия для развития профессионалов. Такова основа социальной политики топливной компании. Сегодня перед нами стоит целевая установка в ближайшее десятилетие довести уровень и качество жизни на территориях страны Росатом, на территориях топливной компании до уровня столицы. Этот уровень ярко продемонстрировал архитектурный мэппинг, 3D-проекция на стенах зала, захватывающее шоу о том, в каких направлениях развивается сегодня топливный дивизион Росатома. Аддитивные технологии, специальная химия, металлургия, изотопная продукция, оборудование для топливно-энергетического комплекса и сверхпроводящие материалы. И этот локомотив с большой скоростью движется только вперед. На центральной площади Северска в праздничные дни работала необычная фотовыставка. Здесь можно было не только познакомиться с самыми яркими представителями топливной компании ТВЭЛ, но и открыть дверь в другой город и принять участие в спортивных состязаниях всей семьей. Об увлеченных атомщиков разных поколений в репортаже моих коллег. Они умеют плавать, бегать, стрелять, поднимать тяжелые гири, покорять снежные вершины, мастерить из дерева, строить модели кораблей в свободное от работы время. Среди 70 талантливых профессионалов разных предприятий ТВЭЛа, принявших участие в проекте, 5 работников СХК. Я поднимаю 16 килограмм, имею первый спортивный разряд. Самое максимальное, сколько я подняла, это 120 подъемов за 10 минут в две руки. Участвую в томских забегах, марафон. Также остается немного времени на увлечение моего судомодельным спортом, в основном после работы. А перед работой я ежедневно бегаю. Инженер-исследователь химико-металлургического завода Богдан Петренко, лидер молодежной организации СХК, продолжает творческие традиции своей семьи. С детства он слушал сказки, которые сочиняла бабушка, восхищался мамиными экспериментами в кулинарии, садоводстве и народных промыслов. Таким дружным семьям был посвящен целый день в череде юбилейных мероприятий. Там, где сельско-предприятие? Сейчас съесть, сейчас все получится. На городском празднике в спорткомплексе «Олимпия» каждая семья выступала как команда в играх, конкурсах и спортивных эстафевах. День семьи помог зарядиться под зажигательные ритмы, чтобы выиграть командные состязания, а затем собраться с мыслями, решить головоломку и получить призы от топливной компании. Три, два, один, поехали! Велопробег по улицам Северска стал познавательным квестом. Получив 10 фотографий из разных точек города, команды отправились на поиски мест, где были сделаны снимки. Пообщаться с коллегами, друзьями или прохожими в другом городе можно было просто, открыв дверь. Вас приветствует Северск и каждый орденоносный сибирский химических комбинат. Каждый день дверь открывалась в следующий город, где расположены предприятия топливной компании. Общение через такой телемост было развлекательным, познавательным и творческим. Осень, небе, у корабли, осень, небы, прочь от земли, там, где море, кто не встречает, осень, тёмная таль. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok